так всем доброго дня добрый день мы сегодня ведем две съемки у нас прямая трансляция и делаем мы что еще такое это вспомнили ко дню святого Валентина у нас делали как заказывали нам такие букетики простенькие в форме сердечка вот это мы решили по них вспомнить вот такой собали нехитрый шаблон здесь твердия просверлены форме сердечка и ответ на часть такая же в принципе она может быть не так не не так уже обязательно мы здесь проденем стойки я думаю можно делать это как идея можно делать любой формы может слышать толстыми концами она пойдет и быстрее чтобы они потом вынимались да да здесь немножечко ну вот поэтому могут сделать то что вот это как дошло и мы вставляем по периметру стоечки ну да вот вот такая длину это наша будет хвостик такой вот здесь ну как ручка букета ручка букета будет наверное такой длины достаточно будет форма выемки сердечка будет довольно такая глубокая немножко мы сделаем чтобы оно было более выразительно ну да чтобы угадывалась форма ну так вставляем по кругу сейчас ставим посмотрим что у нас выйдет вставили стойки теперь нам что нужно будет сделать здесь выплетим какую-то кромочку не кромочку по ряду веревочки пойдем может быть 4 ряда придем сплетем потом из этих кончиков сплетем косичку вытащим из шаблона соберем это все в пучок и у нас получится такой букетик в форме сердечек довольно все просто вот у нас тонкий краснотал миллиметра два или меньше довольно длинный выберем здесь вначале 6 штучек так и наверно двумя парами в одну сторону двумя парами в другую поплетем да 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 я думаю так наверное с вот этих вот с боковых стеночек начнем так мы будем выводить концы наружу здесь наверное чтобы нам их там потом не закреплять так давай так как было поближе кончики оставим снаружи то когда будем переход сделать мы их прикроем готовыми прутями или оставим здесь наружу очень мы выплетаем веревочку три прута двумя парами ох что-то он жесткий жесткий еще не думать наверное сейчас как наше сердечко как разойдется форму нам саблон задаст да здесь в общем-то дело техники все придавлены этой фанерки фанерки здесь заложим еще три прутика вот так вот и тем повторения второй парой по две пары закладываем так видите здесь давай давай покажи может сразу пока переход вот здесь мы подрежем аккуратно комли чтобы они опирались на чтобы они опирались на стойке здесь делаем переход он видит под низом уже убери видите под низом выходит она вот сейчас вот так а мы будем делать переход из как раз закроются у нас обрезки но справа начиная справа кому переход переход обычный она закрывается обрезки без левой руки вот так закрывается вот обрезка получается закрылись но и получается что не держат держат прутик концы куда никуда у нас не вот так начиная второй ряд здесь то же самое делаем со второй пары начинаем по бокам чтобы у нас место 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 где вот лошбинка у сердечка выпуклости лошбинки чтобы у нас не было в этих местах не переходов не замен никаких да потому что они там выравниваются если будет руки путаются в этом место чуть сложновато конечно здесь немножко аккуратней все стараемся так пальцы пальцы ну да там с пальцев без пальцев не бывает я попробую потому что сюда зайти вот так получается расстояние небольшие здесь поэтому рисунок получается выразительные довольно плотно все это вот здесь подходим давайте еще раз переход подходим к началу оставаться максимально без пальца здесь здесь прутик заведем а давайте сновиду остановись резкость а вот этот прутик заведем чтобы он оказался сверху у нас вот так кончик выведен наружу вот так вот здесь тоже подрежем так чтобы обрезки опирались на стойке и сделаем переход эти обрезки у нас получается и прикрываются прутик остальные нам уже будет неважно будем оставлять обрезки внутри проплетаем доплетаем второй ряд до следующего перехода вот у нас получается двумя парами опять же обратим внимание первый ряд получается у нас из более толстого из комлевых частей второй ряд из более тонкого прутика уже получается равномерный рисунок получается сейчас сделаем в обратку да потом в этих же с этих мест сделаем обратную сторону чтобы у нас форму не корежило под поднять повыше будет там же нам не надо будет каком-лик припрятывать они будут опираться уже на да здесь делаем переход обрезаем концы путьев нашим великолепным секатором да и заканчиваем второй ряд а потом сделаем еще обратно еще сделаем два ряда в обратную сторону так второй ряд пошли да здесь мы не обращаем внимание как стойки стать мы будем потом собирать в пучок так подошли мы к месту перехода здесь закладываем еще три штучки вторую пару так сказать да здесь мы заботиться не будем же о том куда концы девать все близкие останки теперь уже внутри это вот как раз на ширину пальцев эти ну да очень маленькая поэтому все действия пальцев закрывать потому что ну очень маленькие эти расстояние было бы пошире было бы на на лучшее ну так и причем так части полетит так на край стола вот это да вот эта ошибка нельзя на край стола ложить инструмент потому что он острый и многие бывают встает потом в ногу и наносит травму за этим нужно следить техники безопасности прежде всего прежде всего так эти концы мы убираем вовнутрь потом они подрежутся подошли переходу делаем переход теперь начиная уже с этого прутика вместе перехода можно немножко подровнять прутья они пытаются все время немножко нам попортить картинку и заплетаем теперь дуя которое место приходит у нас получается каждая тройка пути проходит один оборот одна пара и вторая пара получается получается равномерных два ряда как раз мы этим гасим немножко сбежица из прута ну и заодно поднимаем высоту стены которая нам нужна закончу потом немножко размочим да и да немножко размочим здесь кончики чтобы удобнее было плести косичка чтобы они нам неприятных сюрпризов не преподнесли и будем плести косичку на и будем плести косичку здесь тоже делаем местах переходов вот мы подошли к этому кончики спрячем делаем переход против довольно тоненький мы понимаем что не у всех может быть есть такой такой пруд и для таких для таких расстояний ну кончиков таких можно собирать в принципе можно кстати о кончиках вот у нас теперь получается раньше когда был у нас довольно большой ассортимент изделия наши у нас все это все это шло в работу и практически не накапливались всякие обрезочки палочки теперь с этим похоже и у нас получается накапливаются всякие некондиционные остатки они в малом количестве они в малом количестве получается их некуда особо использовать поскольку ассортимент получается у нас практически его нет заказа мне вообще заказов нет работы нет ассортимента нет поэтому они вот так будут у нас под накапливаться всякие кусочки обрезки выбрасывать жалко что-то придумаем что-то придумаем но такое конечно на и выбрасываем у нас готова сейчас мы эти кончики немножечко размочим в воде и и потом сплетем косичку будем плести какую четверную косичку да это давай четыре ну если полу и как оно получится должно получиться по идее ну да должно ну давай четыре тогда нам нужно будет две девочки и четыре дополнительных прутика приготовили и начинаем значит первую палочку перегибаем стоечку через палочку подкладываем дополнительный пруд сами вторую палочку перегибаем стоечку через палочку ставим второго наружную не будем сразу захватить наружу ну а ты хотел наружную а мы здесь у нас не получится здесь да ну давай 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 простую простую плоскую плоскую да мы думали с вывертами или не с вывертом наверное здесь можно и три пары крути сделать если такую широкую я думаю в этом месте не можно давай давай да давай так уж нет проще будет ну давай давай сделаем сделаем шикарно расстояние нам должны позволить надо тогда мы будем делать в 5 пар крути еще одну палочку заложим туда можно сверху снимать да еще один дополнительный будет так теперь первую пару закладываем внутрь так что-то у меня с резкостью плохо цвета хватает здесь перегибаем стоечку ставим еще дополнительный пруд снова ложим пару перегибаем стоечку мы можем 5 заполнительный прудик все вот у нас уже все они есть получили мы три пары с этой стороны и две пары с этой стороны и теперь начинаем плести уже пару заложили туда пару вывели сюда положили рядом стоечку снова взяли пару ту которая слева заложили сюда отсюда пару заложили сюда вложили рядом стоечку и следующую пару сюда эту пару сюда заложили образовалась нас под три пруда уже здесь крайне правой оставляем а два левых ведем дальше в работу тут она немножко выпукла у нас все-таки получается так как мы собственно и хотели но я думаю здесь на что-то там не съезд ли нам это верхний разгар проемчик вот это вполне возможно да ну дружище вот они хотят но это будем уже в готовой готов что делать или проемчиком как-то загибать чем-то подвязывать вот косичка надо плести довольно быстро снова включая нара скорость включаем мы против недолго размачиваем придется размачивать его снова уплотняем процессе плетения да все это прижимается к фанерке поэтому плести довольно удобно довольно удобно чтобы не было просто рыхлая должны довольно плотненько прижимать все это стоечку вложили вот у нас капризный пошел вот этот изгиб конечно немножко нивелируется напряжением прута надо там видимо прут укладывать прямо до укладывать так чтобы здесь максимально форму нам сохранить в этом месте это очень неудобно здесь нужно немножко больше стараться до расстояние по идее нам как раз маленькие расстояния между стойками должны позволить нам сохранить эту форму выкрутиться не очень может быть это окажется выразительным ну посмотрим ну я думаю сердечко будет угадываться в в любом случае должно должно красавцев этих спрячем сюда два края берем следим чтобы они не перекручивались как в песне мне сверху видно все ты так и знаешь вот на изгибах конечно чуть чуть сложнее это все ну да на ровных участках конечно попроще вот выходим как раз на ровный участок сейчас будет полегче все должно быть уже попроще попроще и тут приходит переход вот нежданно нежданно негадно так ну тут еще влажное должно хватить влажности на то чтобы завершить процесс вот еще у нас точка осталось и закладываем под палочку можно немножечко вздохнуть да все прижато все прижато так здесь напоминаю как мы делаем мы выводим вот эти все добавочные прутики стоит прутики выводим на лицо сюда наружу эти пара остаются внутри а мы еще не закончили господи нам на счет заправить надо да ну да здесь там где первая палочка эту пару заправляем сюда первый прутик второй прутик мелкие вещи не очень-то удобно делать все маленькое расстояние маленькие вторую пару на место второй палочки вставляем по очереди сперва внутренний прутик затем наружный ну как он тухаем там палочку вынимаем пульки укладываем и на место третьей палочки ставим третью пару нашу тоже по одному первую 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 делаем калачи какой-то лёша да привет кстати лёша захаров да всем привет всем привет ребятам виталик лёша захаров питерцам да да так ну вот мы вывели эти дополнительные прутик которые мы ставили наружу эти пары у нас остаются внутри и теперь мы заправляем дополнительные прути наши заправляем вот сюда в плетение ну под каждый под свой прутик каждый под свой прутик на свое место по рисунку да первый сюда второй вот сюда шил оставляем то и вдоль шила нам как раз удобно его запихивать второй здесь будет третий еще парочку пивная не хочет без шила да будем помогать без шила вообще никак так уже почти красота и теперь вот эти прутики заправляем тоже на свои места может тупой взять или а ну затуплен первый пойдет сюда второй второй сейчас мы отсюда его потренируем да расстояние маленькие поэтому все довольно плотно очень плотно второй сюда следим чтобы не было пузырей третий третий сюда пойдет четвертый и последний прутик и последний прутик вот сюда вот завершили мы нашу косичку получилась ну вот форма вроде немножко есть здесь мы немножечко ее сейчас потренируем еще ну хорошо подрезаем лишние прутья и будем собирать уже букетик наш дальше будем уже собирать букетик ну подрезали концы прутики от косички подрезали внутри в конце веревочек ну получается вот такая вот штука у нас были заминки со свит да окно забыли прикрыть ну вот так стремится он конечно немножко убежать отсюда ну сейчас посмотрим готов у нас тогда была такая проблема да 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 была наверное ну косичка в общем получилась неплохая да ну хорошая ну теперь что раскручиваем шаблон и попытаемся вытащить эту штуку ну ну что можно вот так ну да сначала сцедой сколько вытащить так вот так здесь вот все удалось так и теперь вытаскиваем все на это вот 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 то есть все можно поверить как вот Вот такая штука у нас получилась, и по идее мы должны собрать в букет. О, видите, такой букетик получится. Примерно так. Сейчас попробуем собрать букетик. И здесь можно использовать цветы, конфеты, фрукты. Будет как кулачка на аватарке. Да, джей, джей, джей. Нет, ты вниз большому. Вот такая у нас будет такая красота. Так, так его собрать сюда вот так соберем или по центру собрать? Я думаю по центру. Ну, как букетик будет, да. Так, собрали кучу. Да, подвяжем здесь веревочкой сперва. Вот так вот. Чтобы у нас попрочнее это все было. Можно было посадить на клей это все немножечко. Но это можно уже в готовом виде сделать. Так, резинку убираем. Вот она капризничает. Ого! Резинки. Да, ну здесь свяжем. Третья даль надежность. Вот так вот. Вырежем. Ну, где-то так. Можно аккуратнее сейчас здесь заплести ленточкой. Давай так и сделаем. Так и сделаем. Ну, берем ленточку. Мы ее посадим на клей. Для пущей надежности. Ну, скажем, как-то. Как-то вот так. Ага. Еще пробежимся. Ага. Еще пробежимся. Так, здесь мы оставим петелечку. Две. Так вот. Проденем в петлю нашу ленточку. И подтянем их по очереди. В первую петельку. Ну, теперь вторую. Делаем за веревочку. Веревочкой затянется. Веревочкой затянется. Перемещение. Ну, вот так вот. Вот. Здесь аккуратно обрежем. Да, здесь доподрезаем. Это у нас второй дубль. Да, здесь. Ну, это потом можно будет зачистить здесь наждачной бумагой. Да, да, да. Чтобы не такие острые краешки были. Чтобы они не травмировались, не царапаться. Ну, вот. Ну, так. Вот так и получается такая штучка. Она накладится за жизнь. Вот видите. Такое плавненькое сердечко такое. Можно положить цветы, да? Ну, и вообще как емкость использовать. Да. Фрукты. Конфетами наполнить. Конфеты. И подарить любимому человеку детство Валентина. Ну, кто? Можно даже не искать поводов для этого. Просто сделать и подарить. Да, да, да. Так что подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Да. Делитесь с друзьями. Пока. Пока. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.